Стать чемпионом проще, чем защитить этот титул. Аксиома знакома каждому спортсмену. Вот и баскетболистам клуба Самара пришлось испытать это на себе в прошедшем сезоне. Мужская команда подтвердила звание сильнейшей в Суперлиге 1 национального чемпионата. Завоевала второй чемпионский титул. В довесок стала бронзовым призером Кубка России. Очень сложно что-то говорить адекватное, потому что эмоциональное завершение сезона, а сейчас как раз эмоциональная яма. Очень сложно играть, очень сложно доказывать. Но если ты идешь к одной цели 10 месяцев, то она и слаще из-за этого. Женская команда тоже выдала на гора. Дебютировав в Суперлиге 1, с первой же попытки, невзирая на авторитеты, завоевала серебряные медали. Вторая команда уже по уличному баскетболу также с первого раза заняла второе место в чемпионате страны. Второе место я считаю, что это очень хорошее окончание для сезона. Да, конечно, всегда хочется максимально золота. Поэтому сказать, что прям мы расстроились, нет. Да, хотели, не получилось. У меня, например, в семье много спортсменов. И многие, кто, например, за всю карьеру мало медалей каких-то в чемпионате, как говорят, всероссийских, занимал. Поэтому за меня только порадовались все. Поэтому я думаю, что и у каждого игрока так же были. Я не думаю, что кого-то поругали за серебро. Поздравить спортсменов, тренеров и врачей команд приехали не только руководство клуба «Самара», но и губернатор Дмитрий Азаров, глава «Самара» Елена Лапушкина и президент областной федерации баскетбола Владимир Аветисян. Каждому вручили золотую медаль чемпионов России. Хочу поблагодарить всех вас за этот замечательный баскетбольный сезон, который доставил столько радости поклонникам игры в Самарской области. Бились как львы. Поэтому с уверенностью смотрим будущее. Смотрим будущее благодаря тому, что на территории Самарской области создана правильная система подготовки баскетболистов. Вот не во всех видах спорта у нас такая система есть. Она какая-то по-настоящему народная команда. У нас все свое. Вот как на приусадебном участке. Тренеры, игроки, звезды. Потому что играют руками в баскетбол, но, как мы знаем, выигрывают головой, выигрывают сердцем. Руководство клуба пообещало руководству региона и федерации и дальше покорять баскетбольные вершины как всероссийского, так и международного уровня. Сергей Кизорко, Николай Сидоров. События.